Просьба или, ну, в общем, сейчас я, это Ксения Михайлова, на меня сейчас нападают вот со всех сторон. Я как одела платок, платье, вот, Слово Божье несу людям, ну, кому могу. И смотрю на меня просто ополчаются люди, ополчаются на улице, ополчаются, я прихожу домой, ополчаются на меня мои родители, ополчаются на меня мой муж, с ними платок, ты здесь всех раздражаешь. И я сначала что-то пыталась говорить людям, а теперь мне говорят, что ты своим видом просто уже начинаешь раздражать людей. Если тебя видят, уже какой-то в людях появляется неприязнь к тебе. Вот мне теперь что, замолчать, что ли, как мне себя вести? Просто я даже не знаю, что там дальше. Я просто хожу и молюсь, Господи, тебя гнали, меня будут гнать. Это единственное, что я могу сейчас сказать. Вот со всех сторон зажали меня. Что мне делать теперь? Вы уже этот вопрос поднимали. Делать так мы, христиане, мы во всех отношениях должны отличаться от этого мира. Такой и будь. Не скрывайся. Это способ, через который ты можешь заговорить с людьми, вот, как крестное знамение. Одеты сразу спросят. Наши люди стоят в храме, вот, в Барнауле. А их спрашивают, а с какого монастыря приехали? У нас все так одеты. А так можно сказать, вот, молодой человек, он с бородой, да ты убери бороду. Ну и проще это. Вы делаете правильно, и поэтому благодарите Бога. Показывайте, что вы... Я молитву прошу за меня, просто меня выстоять, вот, просто тяжело. И внутри меня враг, что я людям, как будто, правда, какую-то беду приношу, когда я захожу, разговариваю с ними. Вот внутри враг меня еще мучает. Да это от вас уже зависит внутри. Вы христианка. Заметьте, мусульманы, как они заботятся, как они одеты. Они везде одинаково одеты. Им не дают даже хиджаб в университете. Они добиваются... Все, вот сейчас, на паспортах, женщина наша, русская, может надеть платок. Это благодаря мусульманам добились. Потому что, если им разрешили, то и мы, мы граждане одной страны. Ни грамма не уступайте нигде. Это никак. Потому что это мы, мы христиане. Все. Я христианка. Посмотрите на иконы, как Божья Матерь одета, как святые одеты. А так сегодня в одном уступило, завтра в другом. Это не годится. Даже из головы это выбрось. Это изнутри. Ты прославляй Бога, что тебе Бог дал такое. Смотри, как у нас одеты. Вот я здесь вижу Хапилина Валентина Сергеевна. Ну, одета по форме. Два платка. Я тут плоховато вижу. Вот нынче у нас была здесь Надежда Уткина. Вот она одета прямо по нашей форме. Побойник у ней. И сверху второе плато. Чтобы ни одна волосинка не была видна. И грудь закрыта. Вот заметьте, она тут вот синим у ней. Тут хорошо видать. Не знаю, вам видно, нет. Так что ничего тут нет. Мы христиане. Все. Вот ответ. Спасибо, Христос. Благодарю. Аллилуйя. Я поняла. Все. Вопрос больше не поднимая. Поступай и благодари Бога, что вам Бог позволяет быть свидетелем о любви Божией. Господь меня избрал из этого мира. Я одел, чтобы я отличалась. От одежды, которая на всех иконах видна. Все. Вопрос снятый. Я не все понял. Я хотела бы спросить, можно ли платок повязать на голову в виде чалмы? То есть, как мусульмане. Чалма такая. Ну ладно, я сейчас спрошу. Ну-ка это. Подойди, спроси. Объясни, что она спрашивает. Платок в виде чалмы повязать на голову. Не как вот у нас классика. Нет, не надо. Не надо. А зачем вам это нужно? Никак. В виде чалмы. До чего ради? Во-первых, чалма это у мужчин только. А у женщин у них хиджаб. Два платка или просто так платок надетый. Нет, это не надо делать. Правда, у меня есть повязание платка. Вы христианка. Все. Христианский образ. Посмотрите на картины, которые Сурикова, Полежаева. Ну, которые знают. И знают, как одеваются люди. Вот сами просто посмотрите. Вот везут там к книгиню. И как она одета. Как люди одевались. Репин много на эту тему рисовал. У нас сохранились оттуда. И фотографии видно. Это наша русская форма. Вот люди... Вот у русских как? Рубашка на выпуске, чтобы обязательно пояс был. Как у нас в храме. Мы ничего нового-то не придумали. Мы просто взяли то, что было. Старинная, благочестивая форма одежды. Мы православные. А православных своя форма. Вот и никто никогда у нас не бунтовал. У меня спрашивают. Ну, вот женщина в брюках в храм придет. Вы выводите? Я говорю, нет. А почему? Да потому что не пустим. Кого выводить-то? У нас специально приготовленные платки. Кто-то приезжает незнакомый. Платок ему. Все. Даже приехал помпрокурор. Я не запустил. Принесли. Тут у нас была юбка. Она надела. Так сколько отзывов. Какая она хорошенькая стала, говорит. Она через голову ее надела. И все. А уезжая, она снимает. Аллилуйя. Так. Никого больше нет? Отхожу. С Бога. Я. Ну, давай. Мерно. Я хотела спросить. Вы только что сказали о паспорте. Что вы добились там. Паспорт делают из... Ну, женщина надевает платок. А я вот только сделала паспорт. Меня заставили были снять. Это грехом считается? Да не грех, а вы просто не знаете правила. Не надо снимать. У нас сколько сейчас вот были, и все. Мусульманам разрешили. И у нас уже многие уже, которые были, снимаются все в платках. С чего ради он поток... Ну, я ей сказала, этой женщине, которая делала фоторах. Я говорю, можно я останусь в платке? Она говорит, нет, нельзя, снимайте. Нет, вы уже сами показали, что не знаете, можно или нет. Она будет снимать. А теперь она разрешает вам. Она не разрешила. А вы сами напросились на это. Ну, да, я не знала, что можно... Ну, вот надо было раньше обратиться. Беды-то никакой нет, но сразу видно, это христианка. У нас никто платки не снимает, где были. А то так можно пристать к бороде, кусам. Вот какой я есть, такой и есть. Хорошо, благодарю иначе. Да, все, с Богом, отхожу. Продолжение следует...